Приветствую вас и отвечая на первый вопрос, хочется сказать, что это и не ностальгия, это и не гордоковое чувство любви, это именно созвучивается ценностей. То есть вы ощущаете, что ваши идеалы, ваши стремления, ваши принципы, ваше восприятие и мировоззрение, оно очень сильно стало похоже на аналогичное у молодого человека, от которого вы ушли. И это нормально, когда человек с возрастом понимает какие-то вещи, которые не понимал ранее. Вам не нужно здесь себя в чем-то винить, вам не нужно думать, вот я была не права, я была глупая, вы не были глупыми. Вы просто переживали взросление, и сейчас взросление у вас достигло такой стадии, такого этапа, когда вы поняли, что молодой человек в своем отношении и к вам, и к миру, и к людям был в большей степени прав, чем вы. И это значит, что у вас сменились ценности, у вас сменились приоритеты. Это хорошо, по крайней мере, это развитие, это развитие лично вас, а любое развитие всегда здорово. Дальше, стоит ли пытаться наладить отношения? Конечно же стоит, ничего не будет страшного, если вы напишите ему, пообщаетесь с ним, постарайтесь узнать, как у него дела, чем он живет, чем занимается и так далее. То есть, изначально, в общении, не нужно сразу делать акцент на том, что вы хотите все вернуть. Возможно, он уже тоже изменился, так же, как и вы, и сейчас это немножечко другой человек. То есть, он может быть все такой серьезный, такой спокойный, но тем не менее, человек, он все-таки другой, и вам нужно быть к этому готовым. То есть, такое может быть, и вам нужно прощипать впрочем. Тот ли этот самый мужчина, образ которого у вас сейчас есть или нет? Если образ один, а реально человек другой, значит, он изменился, и вы уже для себя вынуждены будете ответить на такой вопрос. А готова ли я принять нового молодого человека? То есть, вот, своего бывшего молодого человека, но в новом, так сказать, оформлении, в новом виде? Или нет? Если да, то вы можете попробовать построить отношения. Вы можете попробовать сблизиться, вы можете попробовать создать что-то общее и так далее. Но если нет, а такое тоже вполне возможно, то тогда, ничего страшного, просто вам нужно двигаться вперед и искать себе такого мужчину, который полностью удовлетворит ваши требования, ваши желания, и который будет созвучен вашим принципам, идеалам и стремлением. На этом можно сказать, продолжение этой темы, можно сказать, что на встрече сразу говорить о таких вещах, как, например, налаживание отношений, возвращение к нему, или о чувствах, или о том, что вы изменились, переоценили свои какие-то взгляды, пересмотрели их и так далее, не стоит. Почему? Потому что подобное выставление на показ, как бы, ваших книг, будет выглядеть, как отчаянная попытка понравиться мужчине. Нужно, чтобы мужчина просто увидел, что вы взрослый, уверенный в себе, серьезный человек, который просто хочет, будучи свободным, будучи независимым, близиться с ним. Не более того, настолько, насколько это возможно для него. И эта позиция, она исключает для себя, она исключает любое выставление на показ, озвучивание тех изменений, которые с вами произошли. Вы показываете свой новый характер, показываете свое новое «я» в процессе общения с ним. Мужчина сам увидит, что вы изменились. И тогда, если он захочет с вами быть, он даст вам понять, что он будет делать шаги, он будет пытаться с вами сблизиться и так далее. А если нет, то, соответственно, не будет ничего делать. И вы тогда поймете, что, ну, просто время ушло, и что нужно искать кого-то другого. Так тоже бывает. Но при встрече нужно вести себя достаточно уверенно, независимо и общаться не на те темы, которые вас вот именно волнуют, а на определенные моменты, чтобы показать мужчине, так сказать, в процессе, так сказать, на практике, что с вами произошло за это время. Чтобы он увидел, какая вы сейчас есть. Возможно, потребуется не одна такая встреча. Возможно, вы будете общаться какое-то время, и время довольно продолжительное, чтобы мужчина понял, что вы действительно изменились. И когда вы увидите, что про этого достаточно времени, вы уже общаетесь хорошо, можно попробовать сделать первый шаг. То есть попробовать сблизиться. Но только лишь первый шаг один. То есть от вас требуется один шаг. Если мужчина испытывает к вам взаимную симпатию, то он обязательно совершит что-то в ответ. А если нет, то, соответственно, он не будет ничего делать. И в этом случае вам же для сохранения своей независимости и для сохранения своего достоинства, лучше перестать пытаться близиться с таким мужчиной и сохраняя с ним общение, сохраняя с ним контакт, контакт дружеский, контакт положительный. Все-таки стараться уже идти дальше. Ну, не готов человек вас принять. Не готов человек начать с вами отношения. Такое бывает, и это тоже нужно принимать. Принимать и понимать, почему так происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. 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 Спасибо.